Календарь счастливой жизни. Авторская программа Александра Литвина. Может быть для кого-то понедельник и тяжелый день, а вот на радио Шансон это праздник, потому что в эфир выходит программа «Календарь счастливой жизни». В студии Катя Михайлова, а также Александр Литвин. Добрый вечер. Добрый вечер, Катя. Добрый вечер, дорогие друзья. Я искренне рад приветствовать вас в этот понедельник. И сегодня я хотел бы поговорить, что все великие дела начинаются с понедельника, ну, за исключением Пасхи. Пасха-Воскресенье. Вот. О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о том времени, когда по календарю начинается весна. И несмотря на то, что в Москве погода далеко, так сказать, не летняя и близко даже и не похожа, да, и снег, и гололед и так далее, но все-таки это все-таки весна. А весна – это время, это период гнездования птиц, ну, и не только птиц, и даже людей. Мы сегодня будем говорить о том, как нам помогают наши родные стены. Мы будем говорить о наших домах. Мы будем говорить о том, как правильно построить дом, в каком месте, и как там все внутри расположить для того, чтобы дома стены помогали. Ох ты, а если человек живет не в своем доме, а в квартире? Ну, даже и в квартире можно выбрать и хороший район, и хороший дом. Есть некоторые принципы дома, которые дают, так сказать, возможность реализовать себя. Ну, по крайней мере, даже выспаться хорошо и то полезно. В плохом доме не выспишься, в хорошем всегда. Серьезно? Конечно. А это опять же зависит от конкретных людей, или это общие такие принципы, постулаты? Значит, общие принципы, постулаты для северного полушария – это первое. А потом уже какие-то нюансы в зависимости от времени вашего появления на планете, во Вселенной. Там есть свои, так сказать, нюансы. Но есть основные принципы, которые подходят практически всем без исключения. Ну, давайте начнем. У нас еще две минуты до нашей обязательной рекламной паузы. Ну, и так, самое первое. Для начала строительства дома в этом году хорошо подходит два месяца в году. Это апрель для старта, и это август. Практически в любом году апрель и август являются определяющими. А в это время очень высокая гравитация. То есть это исключительно энергия Земли, это энергия недвижимости, это энергия, которая позволяет нам обзавестись своим углом. И поэтому, если у вас есть в планах, так сказать, построить свое гнездо, то сейчас самое время приступить к освоению, к реализации этих планов. Но время у нас ограничено. Старт до 5 мая. Вот если вы не успеваете до 5 мая, тогда лучше притормозить ситуацию. А сейчас попутный ветер для того, чтобы осваивать пространство в виде недвижимости. Ничего себе, вот это да. Продолжим буквально через несколько мгновений. Календарь счастливой жизни. И в студии Александр Литвин. Мы продолжаем. Итак, у вас есть участок. У вас есть замечательный участок, который вы выбрали, надеюсь, в соответствии со своей энергетикой. Как мы выбираем землю? Вообще, не каждый человек может жить в доме своем. Многие неплохо живут в квартирах, а многие квартиры не выносят. Ну, просто им некомфортно, неуютно. Для какой-то категории обязательно нужен свой дом. Ну, начнем... С чего начинается все? Начинается с участка земли. Так вот, очень важно, чтобы ваш участок, даже если вы ничего не строили, имел очень четкие границы. Чтобы он не выглядел заброшенным, неухоженным, чтобы он не имел... Вернее, чтобы он имел четкие границы, везде должны стоять, так сказать, обозначения. Колышки. Колышки, да, заборчик, неважно. Но это все должно стоять, и это должно поддерживаться в рабочем состоянии. Чтобы у людей не было ощущения брошенной земли. Вот. Ну, это самая плохая брошенная земля, всегда. Да. Вот. Земля должна хотя бы иметь какую-то перспективу в своем развитии, да, если это земля под недвижимость. Очень важно выбрать... Вот идеальное место для всех подходит абсолютно для всех. Как выглядит идеальный участок? Четко сориентирован по сторонам света. Север, юг, запад и восток. Значит, с северной стороны водоем. Это может быть река, море, озеро, ручей, родник, колодец, скважина, бассейн. На севере роем колодцы. Да. Если ничего... С северной стороны от дома. Так. С южной стороны должно быть открытое пространство. Большая площадь, большая визуальная свобода. То есть, если вы в окна на юг смотрите очень далеко, и шиферные крыши не портят вам пейзаж, вот. Это правильно. С восточной стороны это место под сад, под огород, под розарий, зимний сад. В общем, все, что связано с растительным миром, должно быть у вас с восточной стороны. То есть, если вы смотрите на юг, да, то по левую руку у вас ваш огород. И там все, что угодно, можете выращивать. При этом восточный сектор, с северо-восточный, это высокие деревья, это хвойные деревья. И чем южнее, 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 допустим, восток и уже юго-восток, рост понижается, и уже на самом юго-востоке у вас клубника, земляника, виктория и так далее. То есть, вот в такой последовательности, да. Западный сектор, участка, это может быть гараж. Так и подумала. Да, это энергия Запада, это энергия достаточно агрессивная, жесткая, это энергия стальная, металлическая, любые виды металла. Вот, там может быть гараж, там может быть ваш автомобиль, там может быть ваша лошадь, в конце концов. И там же находится собака. На Западе? Да, на Западе. Собака, конечно, сама себе место найдет, но в идеале сторожевое место у пса это Запад. Вот. Ну и на юге, это открытая территория, и на юге очень хорошо, но не строго на юге, а допустим, юго-запад или юго-восток разместить зону барбекю. То есть мангал, там, не знаю, ну все что угодно, связанное с огнем, с открытым огнем. Кто-то ведь чертит сейчас вот. Ну и что, ну и правильно делают, надо чертить. Ну, наша программа пойдет в записи, поэтому выслушайте внимательно, а потом уже, так сказать, по записи определите, что и как делать. Вот, то есть это внешний контур вашего участка. Теперь по поводу дома, самого дома непосредственно. В идеале дом должен быть каменный, не деревянный, а каменный. Почему? Объясню. Дело в том, что дома, они тоже живут своей жизнью, они живут так же, как люди, вот. Но срок жизни каменного дома больше, чем срок жизни деревянного дома. Вот. А это достаточно серьезно определяет энергию дома по отношению к жильцам. Вот если вы покупаете старый дом, допустим, если этому дому 60 лет, то имейте в виду, вам нужно будет провести настолько серьезный ремонт, настолько серьезную реанимацию этого здания, реконструкцию. Вот представьте, новый дом, абсолютно, да, новый дом. Он как маленький ребенок. Ему нужны памперсы, там где-то протечки, там где-то проблемы со светом. В общем, пока идет становление, да, ребенка, значит, нам нужно сходить к окулисту, к ортопеду, там и так далее, и тому подобное. Мы нарабатываем иммунитет, мы начинаем, мы болеем, переболеваем какими-то заболеваниями, становимся сильнее и мощнее. Так же и наш дом. Новый дом именно так и живет. Вот он переболел, набрался сил и живет. И вот подходит время, так сказать, к пенсии к 60 годам, катаракта, то есть окна менять надо, двери надо менять. И все то же самое. И все то же самое. Но с человеком это сложно сделать, да, но, по крайней мере, мы можем поставить себе красивые зубы, да, на фасад, мы можем там поставить, там, сделать операцию на глаза и так далее. В доме то же самое. В старом доме нужно делать то же самое, что делают старики. Мы продолжим буквально через несколько мгновений. Я только хочу напомнить, что через 15 минут на нашем сайте виртуальный барабан выдаст нам какое-то волшебное число. Под этим числом будет ваш комментарий. И Александр Литвин в прямом эфире «Радио Шансон», можно сказать, даст такую консультацию, которую услышит абсолютно вся страна. Заходите. «Радиошансон.фм». Через пару мгновений продолжим. «Календарь счастливой жизни». Авторская программа Александра Литвина. И мы продолжаем. И мы продолжаем. И, как вы уже поняли, наше жилище определяет во многом даже наше сознание. Если на чердаке вашего дома все захламлено, то, извините, в вашей голове будет то же самое. Поэтому, если у вас старый дом, то там должен быть идеальный порядок. Идеальный порядок. В первую очередь, вот о старых домах, если говорить, это очень важно. Обычно там живут старые люди, в старых домах. И их очень сложно заставить сделать что-то новое. Ваша задача им помочь решиться на этот шаг и в максимально короткие сроки сделать там ремонт. Что нужно менять в первую очередь? Окна, двери, отопление. Это в первую очередь. Потом уже более-менее остальное. Но самое главное, вот эти вещи, да, оздоровив дом, мы оздоровим тех людей, которые в нем живут. Ну и, соответственно, должен быть порядок, ну, там не должно быть хлама. Старые люди накапливают хлам. Вот представьте, хлам в доме, это атеросклеротические бляшки в организме, те, кто там живет. Вот, поэтому должен быть порядок. А теперь по поводу нового дома. Основные принципы дома. Вот идеальный дом, он похож на хорошее кресло с подлокотниками. И вот представьте, вы сели в это кресло, у вас сзади хорошая спинка, слева, справа подлокотники, впереди открытое пространство. То есть ваш дом сориентирован именно так. И при этом за домом с севера у вас это спинка, и там дальше у нас там водоем и так далее. Вот. Как внутри все расположить для того, чтобы была гармония в доме, да? Гармония заключается в следующем. Мы должны быть привязаны к природе, к сторонам света. Север – это холодная вода, да? Юг – это солнце. И у нас в наших домах много приборов отопления, да? Есть разные нагревательные элементы. Духовки какие-то на кухне, микроволновые печи, отопительные котлы там и так далее. Вот. Все эти вещи, генерирующие тепло, они должны быть сосредоточены в южных секторах. Даже если вы делаете кухню, и, допустим, в вашей кухне будет стоять рядом плита отопления и холодильник, к сожалению, это будет дисбаланс. Хотя вроде бы эргономично и удобно, когда рядом все, но эти вещи нужно развести по сторонам света. То есть котел отопления, духовка и так далее, они тяготеют к южным секторам. А вот холодильник, вода или кондиционирование воздуха, система, особенно на охлаждении, когда она работает, это северный сектор. Очень важно расположение кухни в доме, это очаг. И в северном полушарии нельзя располагать кухню в юго-западном секторе. Этот сектор северного полушария отвечает за харизму владельцев, за гостеприимство, за способность нравиться людям, за способность зарабатывать деньги. И в первую очередь это относится к энергии хозяйки дома. Если в этом секторе будет кухня, то, к сожалению, харизма вся исчезнет. И мало того, даже там нужно очень много прилагать усилий для того, чтобы поддерживать себя в форме. Поэтому никогда не располагайте кухню в юго-западных секторах своих домов. Я позже расскажу, как компенсировать, если она у вас уже там есть. Но если у вас новое строительство, лучше никогда не планируйте кухню в юго-западном секторе. А что там можно делать в юго-западном секторе? Там может быть хозяин, кабинет у хозяина. Там можно поставить сейф. Юго-запад, особенно запад. Там можно хранить деньги. Там можно предусмотреть какой-то шкаф, предмет интерьера в виде витрины, где вы можете поставить все свои достижения, награды и так далее. Вас и ваших членов семьи. А юго-западный сектор – это территория для приема, это территория гостиной. А юго-западный сектор – это хорошее место для ведения деловых переговоров. Особенно связанных не с творческой деятельностью, а с финансовой деятельностью. Если же вы человек творческий, то для вас подходит место и для создания библиотеки, кстати, и для галереи картиной – это восточные сектора. Юго-восточный, восточный, северо-восточный. То есть это место для библиотеки. Одномоментно эти места очень хорошо подходят для спальных помещений, для супругов. Но тут уже в зависимости от возраста. Но вот для творчества восточный сектор – это оптимально. И для детей проведение занятий, обучение в восточных секторах, особенно в северо-восточном и в северном – это наилучшее место для оборудования учебного класса. То есть учебного места ребенка. Северный, северо-восточный. Южный сектор не подходит. Ребенок, который будет обучаться в южном секторе, он будет отличаться гиперактивностью только из-за того, что он находится в южном секторе дома. То есть он будет неусидчиво, ему будет сложно очень усидеть на физическом уровне на одном месте. Ему нужно будет бегать, прыгать и так далее. То есть он не будет усваивать интеллектуальную информацию. На севере и северо-востоке дети становятся более спокойные, более плавные. И для них намного легче понимать о том, что написано в учебниках, в книгах и так далее. Значит, по поводу места общего пользования, вот такие как гостиная, есть одна особенность. Я последние, да уже лет 10, наверное, вижу такие архитектурные изыски, как рельефные потолки, да, многоуровневые там и так далее. Так вот, для мест общего пользования можно создать какой-то архитектурный шедевр в виде таких рельефных помещений. А вот в спальнях категорически, категорически нельзя делать многоуровневые потолки. В спальнях, там, где люди спят, там должна быть абсолютно идеальная ровность поверхность потолка. Почему? Ну, физика явления достаточно сложная здесь объяснять, нам одной программы не хватит. Вот, но поверьте, стабильный ровный потолок будет способствовать вашему здоровью. То есть, во время ночного сна наше состояние должно быть максимально стабильным, да. Вот у меня на практике была такая интересная история. Ко мне пришла одна женщина и говорит, что у нее панические атаки, она боится всего на свете. Она боится больших магазинов, она боится ездить в общественном транспорте, она боится выступать перед людьми. Она боится всего на свете. Я спросил ее дату рождения, по дате рождения я не вижу у нее страха. Маму, папу, мужа, детей. Нет, все нормально. У меня остался только один вариант. Я говорю, нарисуй свой дом. И она мне рисует идеально круглое жилище. Боже, какой ужас. В Москве идеально круглый дом. Большой, красивый, но круглый. Ужас, ужас. Вот. И что там происходило? Происходилась следующая реакция. Ну, во-первых, Катя, вспомните, кто живет в круглых домах? Ну, это же норы. Круглые дома – это жилища кочевников. Серьезно? Юрты, чумы. Да, да, да. То есть люди, которые ведут кочевой образ жизни. Люди очень легкие на подъем. Люди, которые находятся в состоянии перманентного движения. Что происходило с этой женщиной? Проживая в идеально круглом доме, обладая достаточно тонкой психикой и чувствительностью. Вот представь, вот проснулась она в этом круглом доме. Ей никуда вроде бы не надо ехать или бежать. Но у нее ощущение такое, как будто она в командировку собирается. То есть так, паспорт здесь, билет здесь, утюг выключила. То есть постоянное напряжение. И она не может найти причину этого напряжения. А причиной является как раз круглая сфера этого дома. Кому-то это реально очень хорошо. Но это хорошо тем, кто реально ведет вот такой образ жизни подвижной, который постоянно летает из города в город, перемещается в пространство. Допустим, какой-нибудь актер или артист, или геолог. Для него это нормальное состояние испытывать чувство тревоги перед дорогой. А здесь у нее получается диссонанс восприятия мира. Чувство тревоги, она не может объяснить причину. Если бы ей сказали тебе завтра на вокзал, она бы поняла, почему она волнуется, почему у нее панические атаки такие. Вот. И поэтому форма дома имеет колоссальное значение. И дом в идеале, он, конечно, должен быть прямоугольный. Вообще, я когда смотрю на дома, я могу, так сказать, дать характеристику владельцам этого дома. Даже определить, кто в доме хозяин. Ничего себе. Вот. Календарь счастливой жизни. В студии Кати Михайлова, Александр Литвин. Мы продолжаем. Александр Богданович. Да, вот уже истекло время, и мне должны с минуты на минуту принести цифру, номер вопроса победителя. Так, 6532. Ну, сейчас мне принесут характеристики, тактико-технические. То есть, долгота, широта, я имею в виду день, месяц, год рождения, имя. Вот. И я расскажу. Ну, по крайней мере, узнаю, что там. Что это за вопрос. Что за вопрос, и постараюсь ответить. Ну, а пока продолжаем про наши дома. Как их строить? Как их строить таким образом, чтобы этот дом был как Ноев ковчег. Чтобы он вас нес долго в правильном направлении, в красивые места, и чтобы в этом доме были дети. Очень важно, что наши дома отвечают еще и за фертильность семьи, как мужчины, так и женщины. Поэтому, располагая их по сторонам света правильно, то можно увеличить эту фертильность. Вот. А я говорил о том, что по дому можно вычислить, даже не заходя в него, кто в доме хозяин. Как? Мужчина или женщина. Как? Маленький секрет. Ой, расскажите. Вот представьте. Дом – это как кресло, да? Так. И есть два подлокотника. Вот эти подлокотники – это соседние дома. Так. Вот если подлокотник, если вы расположены лицом на юг, да, у вас справа будет восток, а слева будет, соответственно, запад. И если правый подлокотник чуть выше, да, вот, то в этом доме хозяин будет мужчина. Так. А если левый чуть выше, тогда женщина-хозяйка в этом доме. И, соответственно, когда вы заходите в такой дом, вы должны четко понимать, с кем вы имеете дело. А, как правило, это касается, знаете, вот, когда ты приходишь покупать дом, и смотришь, там, мужчина где-то сидит тихонечко на кухне, а вы там договариваетесь о цене, вы смотрите интерьер, вот, вы весь свой шарм и обаяние на эту женщину, хозяйку дома, у вас такое впечатление, что она главная, но, поверьте, цену будет определять тот, который там тихонечко на кухне сидит. Вот. Поэтому вот это маленький секрет такой, который визуально позволяет вычислить, кто в доме хозяин. Вот, по крайней мере, для общения, чтобы вы, ну, как бы не ошибались, да. Вот. А по дому можно многие вещи определить. Допустим, можно даже определить такие вещи в зависимости от того, как расположены в доме телевизоры и камины. Да, если, допустим, камин или телевизор расположен исключительно на южной стене, то, скорее всего, в этом доме будет проблема с электричеством, с короткими замыканиями и даже взрывоопасно, пожарной такой опасностью. Вот. Но где размещать такие вещи? Что такое костер, компьютер, телевизор, да? Вот вроде бы, ну, есть у них кое-что общее. Что это? Это очень высокие энергии с большой динамикой, да. Это энергия огня, это энергия активного движения электронов. Это энергия электричества. Так вот, более благоприятно и более гармонично будет, если вы смотрите на портал камина, на монитор своего компьютера или на телевизор, есть ли за этим порталом, за монитором всегда будет солнце. Юго-запад, юг или юго-восток. Но строго юг лучше не ставить. Вот юго-запад, юго-восток – это более приемлемые направления. И совершенно дисгармонично, если это энергия, если ваше солнце встаёт строго на севере. То есть располагая камин порталом на север, вы заведомо гарантируете, что в вашем доме этот камин работать не будет. Если вы будете зажигать, то там будет копать. Знаете, сырые дрова, они будут коптить, чидить, но они не дадут огня. Они будут шаить, тлеть, но толку от этого не будет. Там будут вылетать у вас компьютеры, в этом углу вот таким образом не будет работать толком телевизор, не будет хорошего устойчивого сигнала. То же самое касается расположения Wi-Fi роутера внутри вашего дома. То есть при планировке вы должны учитывать, где располагать розетки, антенн для телевидения, для Wi-Fi роутера, даже для систем видеонаблюдения. Ничего себе. Продолжим через пару мгновений. Календарь счастливой жизни. Авторская программа Александра Литвина. Итак, мы получили номер 6532, Татьяна, 29 июня 1975 год. Вопрос здоровья и личной жизни. Вот штрих-код 25 июня 1975 год. Он, к сожалению, изначально подразумевает склонность к аутоиммунным процессам. То есть два вида взаимосключающих энергии. То есть два цвета основных. Это оранжевый, прям выраженный, мощный такой. И зелёный такой, салатовый. Красиво. В общем-то красиво, но, к сожалению, приводит к уничтожению особенно зелёного спектра. Вот. Поэтому здесь склонность... Ну, во-первых, растянутая связка голеностопного сустава, это так называемый вальгус. Надо к ортопеду топать, иначе вылетит щитовидная железа. Все проблемы здесь связаны... Вот вопрос по здоровью, со сбоем гормонального цикла и с очень тонким эндометрием, вот в первую очередь. Ну и, соответственно, от этого страдает личная жизнь. Мужчины, как хорошие доктора, просто интуитивно понимают, вот фертильность хорошая, а вот здесь можно, значит, зайти на контакт, да, на длительное время. Фертильность слабенькая, на длительное время не получится, только на короткое. Значит, эту девушку нужно правильно кормить в первую очередь, да, и кормить ее нужно кашами на ночь. А это достаточно универсальный рецепт для многих, да, для повышения, так сказать, фертильности для женщин касается. Вот. У мужчин фертильность повышается не за счет каш, а за счет мяса, особенно диких животных. Вот. Особенно, если сам добыл. Вот. Да простят меня вегетарианцы, но, так сказать, на одной траве далеко не уедешь. Я прям представила этого мужчину, который заходит вечером домой с животным, да, на плече. Да, нормально. Ну что, будем повышать фертильность? Вот. Ну и, соответственно, для фертильности помогают дома и стены, да. Вот, допустим, когда мы планируем свою супружескую спальню, то в идеале, конечно, спальня должна иметь стены, да, вот окраска стены имеет колоссальное значение. Вот. Для спальни очень хороши цвета терракотовый, бежевый. Вот. А эти цвета благоприятно влияют, в том числе, на фертильность. Вот. И у многих женщин они убирают головную боль. А что соответствует хорошим, так сказать, партнерским отношениям. Вот. А это вот действительно так. Вот. Конечно, ну, в каждом деле есть, так сказать, юмор, а вот, но юмор здесь обоснованный. А головная боль во многом мешает, да, в том числе и в плане продолжения партнерства. Поэтому спальни, как правило, старайтесь делать бежевые, терракотовые, мягкие пастельные тона. А это снижает уровень тревоги. А всевозможные, холодные оттенки. Холодные оттенки здесь уже в зависимости от индивидуальности, но лучше спальня, это вот именно такие спектры. Вообще центральная часть дома, да, вот самый центр, там цвета должны быть именно такие. То есть что такое цвет земли, да? Ну, жители Воронежской области скажут, черный, да? Ну, правильно, там чернозем, да? Вот, и другого они не видели. На самом деле земля желтая, терракотовая, желтая, коричневая. Вот, то есть это базис, это основа. И центр дома, он должен обладать именно этим спектральным составом. А по сторонам света уже достаточно просто разобраться, да? Север, юг, запад и восток. Север – это холодные цвета, это темно-синий, такой деблю-голубой, черный. А южные сектора, там должны быть элементы, все-таки солнышко, оранжевый, красный, но не желтый. Вообще солнце, по идее, оно белое, да? И в южном секторе можно даже белые оттенки поставить, и это будет нормально. Потому что оранжево-красный, мы его видим сквозь атмосферу. На самом деле солнце белое. Вот, западные сектора – белый, серый, розовый, сиреневый, фиолетовый, бордо. И восточные сектора – это все оттенки зелёного цвета, это хаки, высохшие травы, всё, что связано с растительным миром – это лианы, цветы, огурцы, растительный орнамент и вертикальная полоса. Или языком физики говоря, вертикальная поляризация в орнаменте. Орнамент имеет колоссальное значение внутри дома, да? А, допустим, центральная часть – это горизонтальная поляризация, горизонтальная полоса – это греческий орнамент. Ну, может, для девушек более, так сказать, понятно, это знак духов живанши, да? Такой вот рисунок. Куда уж теперь, теперь все поняли. Да, всё понятно, да? Вот, допустим, западные сектора – это острые треугольники, это круги, это шары, это ромбы, сетка ромбическая. Вот, ну, и что ещё у нас остаётся? Так, ну, по югу я сказал, красный орненжевый и чисто белый тоже подходят. Продолжим через пару мгновений. Календарь счастливой жизни. Авторская программа Александра Литвина. У нас в запасе всего несколько минут, а хотелось бы прогноз на неделю ещё услышать. Александр Богданович. Да, ну, неделя апрельская, гравитация высокая. Апрель всегда гравитационно тяжёлый месяц. Апрель, когда начальство, каждый из нас ощущает себя большим-большим начальником, ну, по крайней мере, кронпринцем, вот, и женщины, конечно, принцессы. Поэтому максимальная вежливость друг к другу, да, через ритуал и этикет, это поможет, в общем-то, поддерживать хорошие отношения. А в ближайшие недели тяжёлые два дня, особенно тяжёлые 21 апреля, тяжеленная гравитация. То есть всё, что плохо закреплено, будет стремиться к центру Земли. Смотрите и вниз, и вверх, реально. Смотрите, документы будут падать. Между сидением и машин, когда вы достаёте из кармана какие-то вещи или ещё что-то. В этот день всё будет падать, теряться, пропадать, и всё будет реально внизу, внизу. Если вы что-то потеряли в этот день, смотрите максимально нижние точки. Вот. Не где-то наверху в шкафу, там ничего не найдёте, а внизу. Всё будет падать за шкафы, но вниз, всё вниз. Вот. Ну и в этот день обувь. Обувь с высоким берцем, голеностоп зафиксирован. Смотрите за детьми. Падения могут быть очень серьёзные, с черепно-мозговыми травмами. Поэтому, ну, не люблю говорить о плохих вещах, но когда вот такой всплеск гравитации, здесь много проблем с детьми и много проблем с людьми, у которых высокое давление, склонность к гипертонии и склонность к повышенному сахару. Здесь тотальный контроль за вот этими параметрами. Если в другой день мы берём 10 килограмм, поднимаем и идём легко и просто, то 21 апреля 10 килограмм превращается в 20 по нагрузке, а организм не готов. Знаете, иногда берёшь вот вещь, да, она, ну, как бы, кажется тяжёлой, ты её берёшь, и у тебя рука вверх взлетает, да, вот, ошибаешься. А вот 21 апреля ты берёшь, вроде она лёгкая, оп, а она будет очень тяжёлой, поэтому здесь нужно следить в первую очередь за тяжестями, ну, а старикам тем более, да, максимально быть осторожными. А второй день какой, получается, очень сложный? Да, второй день, они подряд идут эти два дня. Да, подряд два дня. Ну, 22 апреля все помнят, кто родился в Советском Союзе. Подряд два дня. Кстати, да, это будет 21-22, два дня, потом будет полегче немножко. А сегодня неплохой день для того, чтобы посмотреть сны, очень даже природа помогает для того, чтобы получить информацию и запомнить её, 20 апреля день хорош, он, ну, как бы, на этой неделе он самый работящий. Вот когда у вас будет много рутинной работы, вот сегодня это плохо делать. А вот завтра, ну, в смысле... До 20-го. До 20-го, вот всё на 20-е, всю рутину на 20-е. И у вас хватит сил этот день отработать, и всё-всё-всё-всё-всё-всё. Я поняла, завтра выходной. Вот. Ну, а по поводу своего дома я желаю, чтобы у вас у каждого был собственный дом. И одно маленькое замечание по домам. Никогда не стройте высокие дома. Два этажа уже достаточно, уже достаточно. А вот когда есть такая притча о Вилонской башне, вот имейте в виду, там есть ещё один подтекст. Нельзя строить высокие дома. Мы теряем неспособность понимать друг друга на уровне языка, мы теряем способность понимать друг друга на уровне эмоций. Вот это да. Спасибо большое, Александр Богданович, за то, что были здесь сегодня. До следующего понедельника. Всего вам доброго. До свидания. Удачи. Да, до новых встреч в эфире. Календарь счастливой жизни. Авторская программа Александра Литвина.